ребята решила записать видео мои ошибки при покупке стиральной машины возможно кому-то будет полезно даже не столько ошибки а сколько рекомендации и особенности в новых реалиях и так первое когда я подходила к выбору стиральной машины я считала как надо выбрать крупную торговую сеть с известным именем из хорошей репутации в принципе что я и сделала я решила выбрать в днс и и так остановилась я на марке lg так как предыдущей машинкой я пользовалась лет 12 она меня очень устраивала и если бы не дефекты которые у него возникли со временем да то есть она просто уже перестала работать и выполнять свои прямые функции то я бы конечно и его оставила и прекрасно дальше бы ей пользовалась но как получилось так получилось сейчас видео не об этом в общем я обратилась днс выбрала lg смотрела чтобы был хороший расход воды чтобы она соответствовала моим пожеланиям к ее внешности и техническим характеристикам первое что меня насторожила я ее заказала машинка приехала но я не посмотрела я сверила модель я сверила посмотрела ее внешний вид чтоб она была нигде не ударенная не коцнута чтобы у них настоял на хороших новых ножках и так далее и тому подобное это все соответственно но на этикетке на самой машинке было указано расход воды 49 литров на сайте днс было указано 56 то есть это уже откровенное вранье почему нужно брать больший расход воды тогда машинка будет лучше выстирывать ваше белье я человек ответственный и ко всем своим приобретением подхожу с большой ответственностью первое и очень большой внимательностью жилку я выбирала около месяца может быть и полутора поскольку у нас сейчас крыму с поставками достаточно сложно проехать где-то посмотреть ее в зале возможности такой не было и я только на следующий день обратила внимание что у нее расход воды меньше чем заявлено это первый момент то есть будьте внимательны если есть возможность проедьте в магазин посмотрите машинку в реальность как она выглядит если вы покупаете через интернет-магазин второй момент заявлено что у нее загрузка около 7 килограмм но это тоже не соответствует действительности у нее барабан по размеру такой же как и на моей предыдущей машинке а так была загрузка 5 килограмм по моему 27 на 50 сантиметров если не ошибаюсь габариты барабана но за счет чего они делают визуально картинку что у тебя большой бак за счет объемного большого широкого люка если там у меня был люк достаточно узкий стандартный то в этой машинке у меня вход загнул для того чтобы загрузить белье большое 33 сантиметра поэтому и плюс у меня большая стеклянная такая красивая дверца второй момент с накосом да ну это можно сказать что это чисто маркетинговые уловки производителя хорошо при эксплуатации моей машинки в общем не случилась такая ситуация она рвет вещи в чем причина то есть либо то что я поставила высокие обороты тысячу либо еще в чем-то я не знаю при обращении в днс на горячую линию и сервисную службу мне фактически просто дали отписку что вы неправильно ее эксплуатируете поэтому она вам порвала вещи и плюс машинка еще оставила пятна ржавчины такие яркие испортила несколько школьных рубашек мой красивый комплект ночной и так далее ну то есть как бы ощущение малоприятный когда ты покупаешь вещь более чем за 60 тысяч ты ждешь от нее что она будет работать и качественно справляться за свои прямой обязанности но не тут-то было следующий момент я еще пошла дальше я прозвонила в сервисный центр lg дабы проконсультироваться и получить хоть какую-то информацию вообще что делать машинкой кто будет покупать машинку новую и вот вам привезли и и если есть возможность открыть люк как не объяснил мастер можно взять с двух сторон слева и справа и попробовать приподнять люк ну бак барабана наверх если он наверх поднимается наш от машинки лучше отказаться значит там есть проблемы с этим баком моем случае она не никуда не двигается значит бак закреплен хорошо то есть в этом дефекта нет еще один момент также в сервисном центре lg сказали что моя машинка везена в россию по параллельному импорту вот я вам очень рекомендую отказаться от покупки вещей привезенных по параллельному импорту объясню почему как сказали мастера lg что лучше купить из остатков какую-то более старую модель но еще привезенную сюда lg компании да чем брать последний вот как у меня давняя модель там последняя навороченная все дела с паром и так далее потому что lg не выезжает даже на дом для устранения неполадок по машинке то есть даже на диагностику они не приедут потому что машинка везена сюда непонятно как поэтому лучше купить машинку другой модели может быть чуть постарше но завезенную сюда легально они через третье страны это еще такой один момент в итоге резюме моих сегодняшних действий я доехала до роспотребнадзора обратилась к ним за консультации диагноз такой днс мне фактически отказал не выехал не мастер на территории полуострова крым мастеров обслуживающих крупную бытовую технику у днс нет мелкую бытовую технику есть крупную они отправляют краснодар в случае если ваша техника уехала в краснодар и в краснодаре не выявили никаких дефектов то транспортировку экспертную вот эту оценку это все оплачиваете вы со своего кармана и так ребята вывод какой смысл покупать машинку в днс я за нее переплатила более 5000 для того чтобы купить в проверенном магазине в днс иметь какие-то гарантии по факту никаких гарантий я не имею я со своей машинкой осталось один на один все было сказано ну тестируйте пробуйте авось все пройдет в общем ребят не рекомендую приобретать технику 1 по параллельному имборту ввезенную на территорию российской федерации второе изучайте внимательно законодательство потому что сложная бытовая техника такая как машинки холодильники так далее и тому подобное очень сложная система возврата при том что у меня не прошло даже 14 дней с момента покупки уже вылезли такие дефекты 1 пачкает одежду 2 рвет и и надеюсь что кому-то я была полезна благодарю за внимание